Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сколько взыскано штрафов в этом году? Как работа эта ведется? Но вначале, конечно, немного статистики. Вопрос взыскаемости у нас был актуальным в любые времена года. На сегодняшний день это один из актуальных вопросов. В целом по стране для статистики наложено штраф на более 22 миллиардов тенге. Из них взыскано 12,5, около 13 миллиардов тенге. То есть взыскаемость по стране составила где-то 53%. Что из этого следует? Из этой статистики следует, что каждый второй правонарушитель по стране не оплатил свой административный штраф, который наложили за какое-то различное правонарушение. Ну это серьезная ситуация. Да, ну если взять нашу область, то здесь у нас ситуация немножко получше. Взыскаемость у нас составляет 62,8%. То есть из нами наложено миллиард 71 миллион тенге административного штрафа. В целом хотелось бы также отметить то, что органы внутренних дел, департаменты внутренних дел нашей области также окажут и услуги населению. За это взыскиваются государственные пошлины. За пошлины у нас в казну бюджета поступило 680 миллионов 500 тысяч тенге. И в целом, если взять долю работы нашего департамента, то в копилку области за текущий год внесено миллиард 750 миллионов тенге. Это существенный, я думаю, труд. Здесь труд всех сотрудников внутренних дел. Также есть, как говорится, если есть государство, то оно должно требовать закона послушания своих граждан. То есть если штраф своевременно, 40-дневный день гражданин не оплачивает, то есть и методы, согласно Кодексу административно-принудительного характера, то есть через 40 дней, тут уже судоисполнители, мы вместе с ними совместно эту работу организовываем. То есть мы должны эти штрафы сыскать в казну бюджета. Эта работа проводится, как вы уже отметили, хорошую работу в этом проводят два комплекса авторагана, и совместно с судоисполнителем они постоянно, каждый день работают на дорогах нашего города. А вот в чем причина, почему все-таки чуть более 60% взыскано, а не более такая сумма, стремящаяся к 100%? То есть так сложно поймать должников, или же в этом какие-то другие причины? Может быть, нехватка сотрудников из-за этого? Ну, я думаю, количество сотрудников на этой, как таковую роль, не играет, но есть и другие объективные причины. Вот сейчас бытует мнение среди населения, что это сумма штрафа немножко увеличенная, то есть идет разговор о том, что снизить размеры штрафов за различные правонарушения. Возможно, в этом есть и точка какая-то зрения нормальная, такая объективная. С другой стороны, есть и другие причины, то есть, возможно, человек не может оплатить своевременный штраф из-за отсутствия финансов, возможно, одной из причин. Другая причина, это, скорее всего, в том, что в самом образе нашего гражданина, который еще за эти 25 лет нашего самостоятельного существования, еще это мышление нашего гражданина, еще не привыло к тому, что если человек нарушил, он должен за это оплатить. Методы принуждения, конечно, мы применяем, все методы, то есть гражданин должен оплатить, но над этим законодательно все работает. Я думаю, придет время, когда человек не сможет получить ни одну услугу нигде, ни в одном из органов, пока не оплатит все долги за свои штрафы, налоги и транспортные другие доходы. Ну, это вот, я думаю, одно из самых действенных мер воздействия как раз-таки на таких должников. Да, я тоже так думаю. А у нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. А вот можно господину, я, этот, как фамилия ваша? Алтынбаев. А, Алтынбаев? Алтынбаев. Алтынбаев. А, вот меня, короче, остановили летом ураган, и этот, сказали, что там штраф есть у судебного исполнителя. Ну, выявился штраф, и этот, машину на штрафстоянку поставили. Ну, я сказал, давайте я вот поеду, разберусь, оплачу, можно же без штрафстоянки. Работы не было у меня, ну, проблемы были с работой, не было, ну, средства оплатить, и я мог бы оплатить. Я сказал, давай я поеду, разберусь, посмотрю, что там, где там, какой судебный исполнитель. А штраф был вообще на супругу, а машину поставили на штрафстоянку. Вот я заплатил где-то около 60 тысяч тенге, ну, и вытащил машину свою. А вообще, машина эта оформлена, как мы, по страховке, машина оформлена на тещу. Я ездил по страховке. То есть, вы говорите, вы хотите задать вопрос, правомерно ли действие полиции в этом случае? Да, да, проверю. А я им сказал, что я заплачу, я не убегаю от этого. Я поеду, сейчас разберусь, где что там, заплатить надо судебного исполнителя. Ну, и я оплачу штраф. А они нет, говорили, мы сейчас на штрафстоянку. Там пришлось мне платить тоже каждый день за штрафстоянку. Спасибо большое. Ну, вот такой вот вопрос в таком ракурсе. То есть, получается, машина оформлена даже не на него, а как бы в этом случае действия полицейских правомерны? Ну, вопрос интересный в том плане, что я до этого уже акцентировал внимание, что есть сроки добровольного оплаты штрафа. То есть, 40 дней человек должен оплатить. Об этом при наложении штрафа его предупреждают. То есть, в течение 40 дней он должен оплатить свой штраф. Дальше уже применяются методы принудительного взыскания. Одним из методов принудительного взыскания, это законодательно нам дано такое право, мы, транспортные средства должника, должны прекратить его движение до оплаты всех его штрафов. То есть, здесь сумма большая, 60 тысяч тенге. То есть, действия наших сотрудников правомерны. Еще хотелось бы отметить, что есть еще в течение 7 дней, если водитель оплачивает штраф, то у него для этого государство предусмотрело льготы. 50% от суммы штрафа вы можете оплатить в течение 7 дней. Это, я думаю, тоже нормально. Хорошо, спасибо. А у нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 У меня вопрос, а если пешеход перешел в неположенном месте дорогу, можно ли ему заплатить только половину штрафа и платить полный штраф? Спасибо за внимание. Спасибо вам. Ну, это льготы есть для всех штрафов, кроме тех, кроме юридических лиц и должностных лиц. Ну, это вот как вы говорите, да? Если есть альтернатива, то есть, есть альтернатива наказания, там, предупреждение или штраф, тогда это 50% льготы уже не касается этих штрафов. То есть, пешеход, такой же участник дорожного движения, если в течение 7 дней оплативает, он тоже имеет скидку 50%. Скидку 50%, да? То есть, ну, вот, я думаю, довольно хороший способ для того, чтобы увеличить оплату штрафов. Да, и в свое время, в течение 7 дней. Ускорить. А какие способы, кстати, существуют для того, чтобы взимать штрафы, вот взимать вот эти долги по оплате штрафов? Законозательно нам предусмотрено, что человек, обратившийся в органы внутренних дел, не может получить услуги, государственные услуги, которые до этого я говорил, пока не оплатит все свои штрафы, наложенные до этого постановлениями наших сотрудников. Ни одну услугу не получит, не заменит водительское устверение, не зарегистрирует свой транспорт и другие услуги. Ну, и плюс еще и автоураган, да? Автоураган, да, вы уже видели работу автоураган, он очень хорошо помогает. По номеру автомашина определяет, кто имеет задолженность, кто лишен своих водительских прав, то есть принимает меры на линии уже. У нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот штрафстоянки, они государственные или это частные штрафстоянки, и деньги уходят частному лицу? Или вот я знаю, что штрафстоянка здесь бывший начальник ОБЛГАИ, вот его собственность. А деньги почему уходят в частный, частный человек уходит или не уходит в бюджет нашего города? Вот, как меня интересует. Потому что деньги очень большие люди платят, непосильные. Машина иногда не стоит того, сколько стоит штраф. А иногда даже умышленно по 5-6 дней держат машину, потому что это выгодно держать, и долго тянутся с этим вот рассмотрением. Это даже факты есть. Вот интересно вот этого беспредела, когда закончится, как это вообще делается? Ну, вот такой вопрос. Ну, штрафстоянка сейчас действительно она частная, но землю ей выделили, это организация товарища, что ограничено ответственность под штрафстоянку. Это есть постановление Акима города. Но согласно закону штрафстоянка должна быть коммунальной на бесплатной основе. Вопрос этот на уровне области города, Акиматов, города мы поднимали. Вопрос пока еще это не решен. Хорошо, спасибо. А вот у вас еще есть такой подведомственный орган, так называемый автоцон, это регистрационно-экзаменационное подразделение. Расскажите сейчас, в данный момент, как они проводят работу. Как я знаю, что сейчас те люди, которые решили сдать экзамены на права, они могут не учиться в автошколах. И вот как в этом отношении работают как раз-таки ваши сотрудники? С декабря прошлого года у нас в городе работает специализированный центр обслуживания населения, как в народе говорят, автоцон, чтобы более понятно так. Там оказываются услуги, касающиеся регистрации транспорта, также приема экзаменов на получение водительского уставления. В этом году около 45 тысяч транспорт зарегистрировано было в этом автоцоне, и более 17 тысяч было проведено экзаменов. Там же в этом автоцоне, там услуги оказываются согласно стандарту, то есть в течение часа, например, регистрация должна произойти. Это, я думаю, на сегодняшний день нет таких больших очередей, как в бывшем здании облога, и когда невозможно было там зайти и выйти. А сейчас на сегодняшний день очень хорошие условия, там много операторов оказывают услуги. Наши инспектора только проверяют правомерность принятия документов и подписывают. Услуги все оказываются специалисты специализированного цона. Также экзамены теоретически принимают, там есть условия множества компьютеров, также там же есть хороший автодром. На автодроме там буквально инструкторы и наши сотрудники принимают практические экзамены. В технике каждой есть там видеокамеры, то есть с действиями сотрудников, и также это испытуемо, то есть будущего водителя. Все это наблюдается, и информация уходит уже централизованно на республику. То есть это предотвращает коррупционные проявления со стороны и наших сотрудников, и сотрудников специализированного цона. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Я хотел следующий вопрос задать. Вот по оплате штрафов есть 50% скидка, если оплата происходит в течение 7 дней. А если штрафы приходят с камер, это возможно осуществить как-нибудь тоже со скидкой? Вот такой вопрос. Это 50% скидка касается тех штрафов, которые накладываются инспекторами дорожно-патрульной полиции. Только. А камера это не касается. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был начальник управления административной полиции ДВД Актюбинской области Ерлан Колобаевич Алтенбаев. Спасибо вам большое, Ерлан Колобаевич. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»